В своей рассказе я хочу начать с объяснения, почему ключевое слово в названии, почему такое название, ключевое слово дизайн. Я долго искал название, я долго сомневался, и, скажем так, первоначальным словом, которым я так напрашивался, было фэн-шуй. Но фэн-шуй, за ним, в нашей уже культуре, вот оно знакомо вам, я думаю, вы слышали как минимум о фэн-шуе, может быть, кто-то свою квартиру постарался сделать по фэн-шуе, то слово фэн-шуй имеет уже определенные оттенки смысла в общем воспринятии. Во-вторых, все-таки я не использовал китайскую философию, но настолько, да, и сам фэн-шуй настолько, дабы отождествлять эти два понятия. И я подумал, что слово дизайн, есть такой ландшафтный дизайн в Европе, что в принципе по смыслу совпадает с понятием фэн-шуй. И тогда я вот решил назвать это дизайн. Но, есть одна такая особенность, дело в том, что в фэн-шуе те принципы, которые используются, не очень интересны. Там, например, как инструмент есть такой компас, может быть, опять же, тот, кто слышал и знает, он называется лопань. Этот компас используется для того, чтобы сделать гармонизацию пространства и энергии. Но когда я посмотрел на этот компас и на эти принципы глубже, я понял, что этот компас не только пространственный. Кстати, считают, историки некоторые считают, что из него и родился наш компас, который мы сейчас используем, татуристы. И там в центре действительно магнитная стрелка, которая потом взята в обычных компасах. Но это компас, который, удивительно, он создан не только для пространства, он создан для времени, для энергии и для информации. То есть, это компас, который позволяет ориентироваться в четырех основных аспектах той реальности, в которой мы существуем. И вот как раз создатели системно-векторного психоанализа, они говорили о четырех аспектах реальности. Это времени, пространстве, энергии и информации. А лопань, это как раз и есть компас во времени, пространстве, энергии и информации. Продолжение следует...